Чемпионат района по футболу 2019 года заметно отличается от предыдущих. Например, в этом сезоне из шести команд целых три собраны исключительно из молодежи. А это дает определенную надежду на то, что футбол в Сергеевском районе обязательно будет процветать. Второе отличие – борьба за титул со стороны сразу нескольких коллективов. Судите сами, сейчас на победу претендуют Буровые технологии, Сергеевск, Колос и Нефтяник. Всех их разделяет между собой максимум три очка. А это означает, что любая осечка одного и победа другого сразу дает кому-то преимущество, а кого-то может лишить желанного шанса побороться за чемпионскую корону. Изначально фаворитами выглядели Буровые технологии и Нефтяник, но эти команды стали терять очки на ровном месте. А неделю назад в очном противостоянии Нефтяник оказался сильнее, чем окончательно все запутал в таблице. Победа «Желто-синих» подарила великолепный шанс на лидерство молодежи из Сергеевска. Подопечный Вячеслава Устина и Дмитрия Гамзякова смотрятся сейчас убедительно. Несмотря на поражение в первом круге, на данный момент можно сказать, что именно Сергеевск может стать тем коллективом, кто поднимется в итоге на вершину. Но для этого нужно иметь оптимальный состав, а его-то у команды сейчас как раз и нет. В понедельник Сергеевцы встречались с Дюзш. Команда, ведомая на поле Артемом Филипповым и Максимом Якушевым, уже успела сотворить сенсацию в первом круге, выиграв у буровых технологий. В остальных матчах совсем юные футболисты борются отчаянно. Но пока им не хватает ни физических кондиций, ни психологической устойчивости, да и опыта, откровенно говоря, маловато. Отчетный поединок наглядно это все продемонстрировал. В первом тайме Сергеевцы открыли счет, но футболисты Дюзш и равновесие восстановили. Незадолго до перерыва игроки в желтых майках вышли вперед. А во втором тайме, несмотря на то, что Дюзш много владели мячом, Сергеевцы успех свой закрепили. В стартовые 15 минут второй половины две разящие атаки завершились точными ударами со стороны нападающих Сергеевска. Преимущество желтых выглядело очевидным. До завершения встречи Сергеевцы еще несколько раз огорчили вратаря Дюзш. Молодежка также постаралась в атаке, забив один мяч. Итог противостояния 8-2 в пользу Сергеевска. У победителей дубли на счету Дмитрия Трофимова, Дмитрия Гамзикова и Кирилла Обувалова. По одному мячу на свой счет записали Вадим Егоров и главный бомбардир чемпионата Денис Барсуков. Таким образом, Сергеевск набирает 15 баллов и сравнивается по этому показателю с буровыми технологиями. До завершения чемпионата еще две с половиной недели, однако в борьбе за чемпионство и медали совершенно ничего не ясно. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». «Радуга-3» 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 «Радуга-3»